Всем привет! Сегодня у нас история подписчицы. Сейчас я зачитаю историю, дам комментарии, вы тоже поосуждаете все под видео. Если вы считаете, что такие видео полезны у меня на канале, ставьте лайк, подписывайтесь и распространяйте в соцсетях. Давайте приступим. История. С удовольствием смотрю ваш канал. Большое спасибо. Но мне бы очень хотелось услышать ваш взгляд на мою турецкую историю. Буду очень-очень благодарна, если вы прочитаете и ответите на мое письмо. Познакомилась я в Тиндере, он из Измира, я в Москве. Мне 32, ему 38. По профессии он инженер. В анкете было написано, хочу найти серьезные отношения, полные страсти, не имею материальных проблем. На мой вопрос про жену детей ответил, что в разводе детей нет. Через два дня после переписки и видеозвонка он купил билеты в Москву. Сказал, что не хочет ждать июля, когда я смогу сама приехать в Турцию. Забронировал квартиру на несколько дней, но за день до перелета рейс был отменен из-за приостовы. При остановлении авиасообщения. Общение немного наше затормозилось. На один день пропадал, объяснил тем, что очень расстроен, у него есть какие-то семейные проблемы. В июне стал говорить, что если я хочу встретиться, то могу прилететь в Турцию. Я купила билеты в Измир, и он на неделю взял отпуск для меня. Два выходных мы провели в Измире, а пять дней в отеле на море. Отлично провели время вместе. Мне понравилось, что хорошо совпали мы во всех моментах с ним. Он всегда говорил мне, что сделаем так, как ты хочешь. Один день я болела, он скучал, но никакого недовольства не было. Я чувствовала себя очень комфортно, вел себя все время очень спокойно и выдержанно. И здесь, кстати, сразу отмечу, что вас в нем понравилось. Мы совпали. Он всегда ключевой, что вам от этого мужчину нужно. Или, точнее, совпало в этом мужчине, что вы от мужчин ждете, что вам приятно. На каких вы обращаете мужчин. Внимание. Всегда говорил, сделаем так, как ты хочешь. Удовлетворение моих желаний, что я хочу. И внимание тем самым ко мне. То есть это говорит о том, что у вас в этом определенный, скорее всего, есть правило. Вы просто же отметили это. Кто-то когда-то травмировано, травматично не, скажем так, удовлетворял ваши желания и потребности, закрывал на них глаза и ваши мнения и желания не учитывались в вашей жизни. Это я вам такую заметочку сразу, чтобы вы подумали, порассуждали в своей голове на эту тему, отзывается ли у вас это. Относительно жены сказал, что они не любили с них друг друга, с женой были они ровесники. До свадьбы не жили вместе, а потом он понял, что очень они разные. В тот период жизни мама сильно хотела его женить, и он поддался влиянию мамы. Год назад он развелся, потому что жена начала роман с другим мужчиной, и было видно во время рассказа, что присутствует определенная боль. В один день я увидела, что бывшая жена ему звонит и спросила. Он ответил, что она часто звонит, предлагает начать все сначала, но все, конечно, я развелся с ней, все закончено. Сам говорит, что несмотря ни на что, не изменял. Из квартиры, в которой они жили, забрал только ноутбук, несмотря на то, что половина принадлежала ему. Во время нашего общения у меня сложилось впечатление, что действительно присутствует серьезный настрой. Сказал, что всегда в жизни ко всему подходит серьезно. Смотрели даты на август, чтобы он прилетел в Москву. При этом заметил, что хочет встретиться с моей мамой. Говорили о детях, говорил о жизненных семейных ценностях. До этого и сейчас он говорил о том, что хочет приехать жить ближе к работе. Сейчас он живет с мамой. И что, когда я смогу приехать к нему на месяц или дольше, предлагал пойти к кузену в гости вместе. С родной сестрой плохие у него отношения, так же, как и у мамы с сестрой. Говорит, что у них очень разные характери. Он может накричать на нее и получить в ответ стакан воды в лицо. То есть, если я остановлюсь, это маминкин сынок, потому что он сделал, как хотела мама. Сразу вам просто говорю. Он под маму подстраивается. У него проблемы со своим выражением, своего мнения и с личными границами. И он бы дальше эту лямку с женой тянул, если бы жена не изменила, и год назад бы они не развились. Только из-за измены жены. Поверьте, у него не было намерений, даже если он понял, что они разные. Любви никогда мы вообще не любили. Честно скажу, без обид. Не вас обидит, не его. Но это определенный такой телок, который к мамке присосался и делает то, что говорит мамка. Так скажу. Это определенный минус. Это не 38 лет. Он не самостоятельен до конца. Ему очень важна любовь мамы, ее одобрение. И он этого добивается всеми способами. Поэтому сестра у них в опале. А сестра пошла по противоположности. Она не сделает, как хочет мама. Естественно, у него с ней плохие отношения. Он поддерживает маму во всех конфликтах. Мамка там и однозначно манипулятор у них. Я вернулась в Москву со слезами на глазах. Но тут выяснилось самое страшное для меня. Я обнаружила у его бывшей жены в фейсбуке фотографии их сына. Была абсолютно шокирована, потому что не хочу выходить замуж за мужчину с детьми от предыдущего брака. Если бы он мне сказал это в самом начале, я бы никуда не полетела и завершила общение. При этом он всегда говорил, главное в отношениях это доверие. На мой вопрос ответил, что боялся, что я не стану общаться с ним, зная этот факт. А он очень не хотел меня потерять. Потом он хотел сказать про сына, но не знал как, не мог угадать мою реакцию. Короче, я просто скажу, заврался. Ну, страшно стало признаваться потом. Спрашивала, как вернуть мое доверие. Я очень была расстроена, потому что для меня эта ситуация меняет многое. Ответила, что не могу больше верить ему. Совершенно, кстати, с вами согласна. Право доверия утеряна. Я сама имею филологическое художественное образование. Для турецких мужчин внешность у меня привлекательная. Я абсолютно славянского типа. Я 4 года работаю в семье с тремя детьми. И сейчас очень хочу сама иметь семью. Заметю, что мама меня в этом вопросе не поддерживает и угнетает. Мама вырастила меня практически одна. Я написала сухой текст, но понятно, что история про испытания и чувства. Особенно сейчас я вижу два пути. Первый – это забываю все и начинаю новый поиск. И второй – продолжаю отношения с учетом того, что у него есть сын. Вообще, не очень верю в возможность хороших отношений с его сыном, потому что работаю с чужими детьми и знаю, что это такое. Считаю, что в моей жизни было много плохих историй с мужчинами. Очень устало восставать из пепла, как феникс. Как вы со стороны видите эту ситуацию? Возможно ли гармония в таком случае в турецком обществе? В Москве не складываются отношения, поэтому мой взор и обратился уже на Турцию. Кстати, работаю я в мусульманской семье, и их уклад мне очень нравится. Я хочу пригласить вас на мой марафон, который стартует 2 сентября. Марафон отношений. На этом марафоне вы узнаете, что такое нормальные здоровые отношения с противоположным полом. Какие отношения являются токсичными? Почему некоторые люди попадают в абьюз? Как из таких отношений выйти или никогда не попадать в них, как себя можно предостеречь? Мы разберем о том, какая модель взаимоотношений, партнерских форм поведения мужчины и женщины сейчас, в данный момент времени в обществе работает. Почему это не патриархат и не матриархат? Как не попадать в невротические отношения, в проблемные отношения? Откуда берутся эти установки наши в голове на неправильных мужчин? Почему я выбираю не тех мужчин? Или как я могу улучшить отношения с партнером, который у меня уже есть сейчас? Как я могу изменить свою жизнь и наши отношения в лучшую сторону? Поэтому марафон отношений между мужчиной и женщиной, который я провожу со 2 сентября, подходит для тех, кто пытается найти отношения, может быть, который человек запутался в отношениях, хочет для себя счастья, найти себе идеального партнера, или сделать уже существующие отношения, улучшить их, сделать их более идеальными, для себя подходящими. Всегда что-то можно исправить. Марафон проходит со 2 сентября. Это будет 4 эфира, 1 раз в неделю, в закрытом аккаунте в Инстаграм. Во время эфира я рассказываю общую базовую информацию, раскрываю тему, которая у нас заявлена на тот день. Затем я даю вам домашние задания. Затем я отвечаю на ваши вопросы. После этого вся информация в Инстаграм-аккаунте, в чате, все это будет активно еще в течение месяца после окончания марафона. Марафон длится 4 недели в течение сентября. Оплата, стоимость марафона 2000 рублей. Под своими видео я всегда в инфобоксе оставляю почту. Вы напишите мне тема письма, хочу участвовать в марафоне. Я вам вышлю схему оплаты, участия и какие данные от вас потребуются для того, чтобы добавить у вас закрытый чат в WhatsApp и в Инстаграм-аккаунт по марафону. Стартуем мы 2 сентября. Эфиры будут по четвергам. Если вы не успеваете, у вас не остается времени, вы всегда можете вернуться, пересмотреть видео, выполнить задания, пообщаться с девочками в чате и со мной в том числе. Если кто-то участвует в марафонах, в этой теме, вы прекрасно понимаете, что стоимость таких марафонов около 4-5 тысяч рублей. Это совсем не такая стоимость, которую заявила я. Моя цель, моя задача, честно скажу, возможно, неподъемная, но мне хочется, чтобы вокруг меня, хотя бы среди моих подписчиков, подписчиц, появились люди чуть-чуть на йоту, на толику, более счастливые, более определенные, которые знают себе цену и знают, что такое здоровые отношения. Возможно, это приблизит вас к вашему счастью. Под видео я оставляю, пожалуйста, всегда почту, ваши вопросы, задавайте, пишите мне тему письма, хочу участвовать в марафонах. Вам надо определиться, чего вы хотите. Я вижу у вас просто в стойке. Я расскажу, в чем ваш внутренний конфликт заключается сейчас, на данный момент. Вы четко знаете, чего вы хотите. Вы хотите мужчину без детей, с хорошим уровнем доверия. Доверие подорвали, обманули, что ребенок отсутствует, а потом он появился. Это два пункта, которые вам очень важны. Но в силу того, что вы уже разочаровались, ваша мотивация сейчас, что вами правит, движущая сила. Я разочаровалась в Москве здесь в отношениях. Я уже до Турции, я уже и на Турции. Я стою как феникс из Пекла и так далее. А-ля, может, сильно доверяя мужчинам, открываясь и тому подобное. Какая-то проблема, короче, существует. Постановки отношений, выстраивание контакта доверительного с мужчиной и так далее. И, в общем, я сейчас себя пытаюсь торгуюсь сама с собой уговорить, может быть, закрыть глаза на вот эти косяки. Вы прямо же и сказали, прям разрушено доверие, уничтожено. И второй пункт – это наличие ребенка. Вы должны вообще на себя не уговаривать себя от страха одиночества. У меня не получаются отношения. На данный момент поверхностная, аморфная такая проблема. Сейчас вы должны для себя решить, что для меня важнее. Вот эти пункты «ребенок» и «доверие» принципиальные, суперважные. Тогда я их придерживаюсь. Я эти пункты не нарушаю. Поймите, что вам надо. Это вот что касается сейчас вот этой истории этого парня. Не бойтесь с ним закончить отношения, остаться там, например, а-ля опять одной, опять кого-то искать. Есть важные пункты, которые не сотрутся. Доверие, может быть, вернется его поступками конкретными, но ребенка вы уже никуда не денете. И, судя по всему, у вас это вообще больной вопрос. Категорически я не хочу парня с детьми, предыдущими контактами вот этой всей истории. На этом все завязано. Ваш абсолютный выбор вообще без проблем. Определитесь с этим. Не надо натягивать реальность на действительность, придумывать что-то, на что-то закрывать глаза. Не страшно, что это у вас принципиальные моменты, вы имеете на это полное право. И вы в праве, как мужчину, вступать в связь в брак с женщиной, у которой нет детей, так и женщина вступать в связь, в отношения. Здесь ничего страшного, постыдного или осуждать общество не должно. Это выбор каждого человека, у каждого свои условия. Кто-то может это, а кто-то нет. Это нормально. Следующий момент более глубокий. В чем ваша проблема? У вас проблема в выстраивании отношений. Дело не в стране, в Москве, в Турции, что я уже и на Турцию, типа, соглашусь, уже с женихатам, скажем так, да, ищу. Это будет погоня, побег, хотя проблема, естественно, в вас. Вы неправильно выстраиваете взаимоотношения мужчин и женщин. У вас, возможно, я предположу, неправильная установка какая-то существует на отношения. От мамы, возможно. От того, что, прям даже это же было в письме, да. А если бы это было неважно, не было вашей установкой в жизни, вы бы этого не написали, не отметили. Меня мама одна воспитывала. Маме было тяжело. Это очень важная тема. Возможно, отсутствие ребенка, страх вот этого контакта с ребенком от первого брака, это страх однозначно. Мне не получится. Я, честно скажу, никаких предупреждений не вижу про детей от первых браков, от пятых, десятых и так далее. Это от человека зависит. И это не проблема. Это проблема только в вашей голове, естественно. Но ваша личная проблема, вы сейчас пытаетесь себя уломать, уговорить, может остаться в этих отношениях, чтобы не быть одной, но есть принципы, которые я могу нарушить. Проблема гораздо глобальнее. Вы не можете подобрать себе правильного мужчину. Вы не можете подобрать себе мужчину, который во всем вас будет устраивать из-за какой-то негативной установки. Какая она, что там, я не могу этого знать. Это вообще в письме не было указано, затронутое. Это мой вывод по тем моментам, которые вы писали в письме, именно вот этим зацепкам про маму, про отношения. Это вопрос определенного, слово не стереотип, это установка. Это то, как я думаю, типа я вот в этом убежден, да, мне о этом учили. Это, как правило, приобретенная от кого-то эта информация. Но по факту, если разбирать, возможно, я так даже сам не думаю. Это мне навязано. Это приобретенное мной. Надо разрушать эту установку. Вот в чем причина и проблема. Тогда у нас начнут складываться отношения. Вот. Извините, но только здесь могу порекомендовать. Приходите нам 2 сентября на курс наш по выстраиванию отношений с мужчинами и женщинами. Поймите тогда там свою проблему, свою установку. Там будет первый блок, первый наш, скажем так, видеосеанс, встреча о правильных гармоничных отношениях, о блоках. А второй день у нас будет о токсичных отношениях. Почему в них вот этих вот установках, почему мы ищем не тех мужчин, почему мы на это попадаем. Вот что я могу вам сказать. Я всегда под видео оставляю в инфобоксе свою почту для записи на консультации ко мне как психологу. Присылайте ваши истории для публикации на канале. Или присылайте вашу заявку на участие в нашем марафоне. Спасибо за внимание. Жду в ваших комментариях под видео. Посоветуйте девушке, как ей поступить в этой ситуации. Всем пока.